Именно благодаря лампам бегущей волны осуществлялось управление, бесперебойная связь, а также трансляция полета человека на Луну и первой его лунной прогулки 21 июля 1969 года. Утверждение Нила Армстронга — это был один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества стали не только достоянием истории триумфаторов современной цивилизации, но и подтверждением безграничных возможностей создателей уникальной техники. Освоение космоса никогда не было простой задачей. Продолжение следует... Продолжение следует... Во время полета Аполлона-13 на расстоянии 330 тысяч километров от Земли на корабле произошел взрыв кислородного баллона и выход из строя двух батарей топливных элементов. Слова командира экипажа Джеймса Ловвелла «Хьюстон, we have a problem» стали известны тогда всему миру. Радиооборудование корабля, созданное с применением лам бегущей волны, а также мужество экипажа и своевременные рекомендации из Центра управления полетом спасли жизнь трём астронавтам. На четвёртый день после аварии экипаж благополучно вернулся на Землю. Советский Союз после запуска первого человека в космос несколько уступил своё первенство Соединённым Штатам в освоении новых миров. Прилагая огромные усилия по сокращению этого отставания, 10 ноября 1970 года была запущена на Луну уникальная самоходная платформа «Луноход-1», который обеспечивал проведение большого числа научных исследований и экспериментов на спутнике Земли в течение года. Все радиопередающие устройства лунохода были созданы с применением ламп бегущей волны. Как в Советском Союзе, так и в Соединённых Штатах источником всех этих надёжных технологий продолжал оставаться военно-промышленный комплекс. Гонка вооружений, холодная война, соревнования двух общественных систем превращали это соперничество в борьбу за выживание, но вместе с тем стимулировали развитие науки, технологий и производства ранее невиданными темпами. Эти зенитные ракетные комплексы известны всему миру, их высокая эффективность подтверждена военными действиями в различных странах. Точность стрельбы и живучесть достигаются благодаря использованию радиолокационного оборудования на основе ламп бегущей волны. Субтитры создавал DimaTorzok